Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 12 ноября. Память преподобного Нила Постника. Преподобный Нил был родом из Константинополя, где он получил прекрасное воспитание, изучил всю книжную премудрость и был краснопривчивым, прекраснейшим оратором. Достигнув совершеннолетнего возраста, он женился на одной добродетельной женщине, от которой имел двух детей, сына и дочь. Вследствие своего знатного происхождения и личных достоинств Нил был назначен префектом столицы. Он проводил богоугодную и добродетельную жизнь. Но пороки, господствовавшие при царском дворе, заставили его опасаться за свое спасение и покинуть свет. Познав всю суету этого мира, который весь возле лежит, проникнувшись убеждением, что в нем нет ничего постоянного, ничего вечного и справедливого, но все извращено и исполнено неправды, Нил стал стремиться к узкому, но спасительному пути, ведущему к жизни вечной. Исполнено истинного и неизменного веселья и бесконечного блаженства. Он убедил супругу свою, дабы она дала свое согласие на его удаление из мира. Раздав все свое имущество нищим, они отпустили на свободу рабов и рабынь. Затем разделили между собой попечение о своих детях. Супруга Нила взяла себе дочь, а он сына, Феодула, с которым и удалился из Константинополя, оставив в мир и все мирские пристрастия. Супруга Нила с дочерью удалилась в Египет, и там, в одном из женских монастырей, восприяла иноческий образ и стала ревно сослужить Господу в подвигах благочестия. А блаженный Нил с сыном своим Феодулом удалился на Синайскую гору, и, поселившись в пустыне, подражал жизни преподобных пустынных отцов, проводя время в посте, подвигах, прилежа молитве и бдении, умерщвляя плоть многоразличными иноческими трудами. Здесь преподобный поселился в пещере, выкопанной собственными руками, где и подвязался в продолжении сорока лет. Молва о нем скоро распространилась повсюду, и многие лица всякого звания и состояния стали обращаться к нему за наставлениями и молитвою. Когда преподобный услышал о ссылке святого Яна Златоуста в заточении, это было в 405 году, то смело и безбоязненно возвысил из глубокого безмолвия свой голос и немедленно обличил императора Аркадия, написав ему послание строгим обличением неправд его против великого святителя. Когда он таким образом проводил отшельническую жизнь в подвигах иночества, для испытания его любви ко Господу ему было послано еще особенное искушение. На пустыню ту сделали набег варвары, кое-подобно диким зверям, внезапно напав, многих святых отцов убили, а иных взяли в плен. Вместе с другими они отвели в плен и Нилова сына Феодула. Нил горько рыдал о сыне, в особенности же, когда услыхал, что он обречен был варварами на принесение в жертву языческим богам. Но Бог сохранил Феодула целым и невредимым, потому что его выкупил у варваров епископ города Эмеса, назначивший его впоследствии церковным клириком. Узнав об этом, Нил сам отправился в город Эмес и с честью был там принят епископом, который против его желания рукоположил его в Сан-Присвитер и упрашивал его жить при нем. Когда же блаженный Нил не пожелал оставаться там, но снова решил удалиться в Синай, епископ возвратил ему его сына и с миром отпустил их. Блаженный Нил, вторично придя вместе с сыном к месту своего первоначального пребывания в Синае, прожил здесь много лет, с миром приставился ко Господу. Кончина преподобного Нила Постника последовала около 450 года. В пустыне провел он всего 60 лет. От преподобного Нила осталось много душеполезных постнических слов, исполненных при мудрости, и писем к различным лисам о разных предметах веры и благочестия христианского. Преподобный Нил, подобно великому учителю своему, святому Яну Златоусту, много занимался толкованием Священного Писания, также изъяснением догматов веры и особенно известен аскетическими творениями. Лучшее подвижническое сочинение его – книга о молитве. Далее следует сочинение о баскетах, о самовольной бедности, о преимуществах уединенной жизни, наставление для Евлогии с прекрасными размышлениями об уклонении от мира, о твердости в борьбе, о терпении в скорбях и борьбе со страстями и так далее. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.